Продолжаем заниматься подвиженными методами. На прошлой лекции мы выделили лягкий фотон. К нему можно по-разному подходить. Можно просто из классики получить выражение для вероятности излучения лягкого фотона. Просто как вероятность излучения фотона К с инфульсом К в виде Д3. И в правой категорке О, деленное на Омега. Ну и выражение для сечения, насколько мягко потом не влияет на внимание, может и не влечь. С другой стороны, его матричный элемент для процесса излучения фруктуризуется. Матричный элемент для процесса без излучения и амблитудного излучения. Фруктуризация происходит из-за того, что у нас есть два совершенно разных масштаба пространственного времени. Один масштаб, характерный для жесткого процесса. И второй масштаб, это масштаб, связанный с излучением. То есть, где же частота стремится к нулю, то длина волны стремится к бесконечности. И это, значит, характерный масштаб для излучения стремится к бесконечности. Поэтому происходит фруктуризация, естественно. И мы это продемонстрировали просто в ягодную диаграмму Фея на такую фруктуризацию. Матричные элементы. Матричные элементы. Я не могу уже. Матричные элементы фруктуризуют и сечение, значит, фруктуризуют. Ведь сечение имеет формула, так иметь место такая формула. То есть, есть излучение с излучением одного фотона, это есть излучение с излучением без излучения на вероятность излучения. Ну понятно, что можно процесс продолжить, но излучение нескольких фотонов. И вообще, такая получилась в такой форме. Здесь уже будет произведение по фотонам. От единиц до единиц, это число излученных фотонов. Вот такая формула получается для сечения излучения в ягодных фотонах. И как же выражается эта вероятность? Эта волевая альфа. Это есть вот что такое. Это есть альфа, делить на четыре пи в квадрате. Д кубка. Ведем для наумника. А здесь стоит сумма. Сумма. У лямда. Каполяризация от отона. Е лямда. Лекция поляризация от К. Ню. Жи ню. От К. Сумма. Ну, может быть, в фазе я наблю. Она здесь не важна, потому что у нас все по-моему в квадрате. А здесь стоит сумма. Сумма в квадрате. И заряд в долях электронного заряда. Заряд частиц в долях электронного заряда. Ну, то есть для электрода это не единицы, а для синхронной мельсины. А это для подачальных частиц, такая же сумма. Вот как эти формулы мы все получили. И более того, мы проинтегрировали по углам. Легко провести интегрирование по углам. Получил выражение для спектральной вероятности излучения. Обсудили все практичные черты излучения. Если у нас есть интегрирование по углам растения, то при углах растения меньше дтк. Фотон излучается либо вдоль этой частицы, либо вдоль начального импульса, либо вдоль конечного с углом вылета меньше, чем дтк. То тогда изучение происходит независимо. И распределение имеет дтк в квадрате или дтк в квадрате плюс единственное гамма в квадрате. Гамма это гамма-фактор соответствующей частицы. Видно, что от интегрирования к углам логарифм получается. А где обрезается логарифм? Обрезается, когда на угле растения он обрезается. Потому что, когда угол становится больше, чем угол излучения. Вот потом излучается с углом растения больше, чем угол излучения. То тогда этот угол примерно равен этому углу и просто происходит сокращение деструктивной инференции, сокращение излучения этим и этим импульсом этой частицы. И тогда в результате получается у нас логарифм. Логарифм тетто в квадрате, гамма квадрате, тетто в квадрате, гамма квадрате. Такой логарифм получается в электральной плотности излучения. Все это мы обсуждали. И вам это полезно знать, упорно. Ну все. Это вот краткое содержание прошлой версии. А дальше, вот давай поглядим еще. Ну хорошо, простегрировали мы, значит, по углам. Мы получили так. Д, W, O, K, O, D, O. Это есть. И после инференции мы получили следующее выражение. Получили. Это же W, K. Это есть. Давно. Альфа делить на 4 в квадрате. А здесь стоит 2 Омя на Омя. А здесь стоит интеграл. Интеграл. Ну я напишу Омя в квадрате ДО. Вот это вот бельгинский вариант, который позволяет проверить интегрирование. Бельгинский вариант из этого выражения позволяет проверить интегрирование в любой удобной системе. Ну вот это вот сумма. Здесь стоит сумма болянка. Да? Ага. Помним, квадрате ДО. Да. Сумма болянка. Веря на бельгин. Веря на бельгин. Вот так. Возвращая на бельгин. Да? Видно, что это здесь, в этом выражении, это выражение на то же деле не зависит, поскольку в его место, в ЖИ стоит. Он его знаменательнее. Вот. Не зависит. Так. Выражение на то же деле. Ну и оно, оно пропорционально алгоритму передачи импуса. Вот это вот. Так. Но. А дальше, что же мы видим? А если мы хотим проинтегрировать его в частоте фотона, мы хотим полную вероятность получить, что же мы получим? Ну, бесконечность мы получим. Да? Бесконечность. Вот. И что же это означает? Что нам нужно переосмыслить как-то нашу теорию возмущений. Да? Мы вроде бы говорили. Вот. Значит. Стартуем с... Скажем. Смотрим процесс. Ну, какой процесс. Скажем. Не плюс, а минус анигиляции. Ну, скажем. В адроны, или там, не плюс, не минус, или во что-то. В тяжелые частицы, которые слабо исключаются, про их исключение забудем. На время. Ну, и что же? Ну, то есть, у нас есть вот эта женю. У нас есть женю. Главные члены, это будут два члена. Которые вот здесь будут начальные. Начальная частица электрон. Только начальная частица. Конечных нет. Начальная частица электрон, газетрон. Это минус. И здесь стоит. Электрон, газетрон. Да. Вот. Упився на анигиляции. Ну, не важно. Главное, что это будет вот этот. Этот интеграл. Какой у нас будет интеграл? Ну, вот. Легко. Так. Легко. Вот этот интеграл, в данном случае, в данном случае, в данном случае, в данном случае. Если нет, на анигиляции. И когда у нас только, только учитывается излучение начальных частиц. Конечные частицы. Ну, они вообще-то, ну, будем считать, они нейтрал, скажем. Конечные частицы. Бывает такое. Да. Вот. Значит, в этом случае, интегрирование, что же нам даст это интегрирование? Оно нам даст, вот, хотите верьте, хотите проверьте. Воспользовавшись теми выражениями, которые, ну, которые мы получили на прошлой лекции. Знаете? Мы получили выражения для интегралов. Какие здесь интегралы? Ну, здесь интегралы. Что здесь стоит в гене уже нет? Если пользоваться фейнерским правилом суммирования по поляризации, то здесь стоит цена, где нужно мы получили.. Ребята. П-п-п-п Och. Эти интегралы вы не вычисляли. Этот интеграл вообще реальный, потому что в системе, где плюс, например, упокоится, этот интеграл просто дает нам... Что он нам дает? 4π просто дает. Правильно. А мы квадрат сократиться, как мы вратим квадрат. Все. Он находится обратно со знаком минус. Так что, в общем, нетрудно получить, используя результаты прошлой лекции, что вот этот интеграл в данном случае даст нам следующее выражение. 4π, а здесь будет угодить логарифм. Логарифм. Какой же логарифм? Ну, передача импульса, а здесь будет b плюс, плюс, b минус квадрат, q квадрат. Это 4e в квадрате. Логарифм, значит, s в квадрате. s в квадрате. s в квадрате. Минус единица. Ну, правда, могу наврать. Лучше я погляжу. Логарифм s в квадрате. Наверное, все-таки я боюсь, думаю, что я наврал. Ну, надо же. Не наврал. Да? Вот он, как в квадрате минус единица. Вот минус единица, понятно откуда. От квадратов. Ну, минус двойка. Вот, 4π. Говорит, раз квадрат минус единица. Да. Вот так. 8π. 8π. Когда? Говорит, на складе минус единица. 8π. Минус единица это 8. Да, правильно. 8π. Потому что, это вот я по минус единице ориентируюсь. Я говорю, что это происходит от квадрата измучения. Черт. Я ехаю с квадрата минус единица. Ну, вот тебе. Ладно. Не буду. Ладно. Пусть и стоим. Так. Пусть стоим так. 8π. Ладно. Хотя, я предупреждаю, что МОК здесь и набрать минус единица. Но это не так важно. Главное то что же. Вот. Есть лагонетный ПЭС. Конечно, о происхождении его я объяснял. А этот член, ну, постарте. Некий добавок. Добавка. Добавка. И дальше не важно. Вот. Главное это не это. Главное не то, что там логарифм какой-то, коэффициент какой-то. Главное то, что у нас расходимость есть. Расходимость есть, да? И факт ее надо осмыслить. Вот мы вроде бы считали, что вот этот процесс, так сказать, упругий процесс, да? Или эксклюзивный процесс. Эксклюзивный процесс. Фиксированное количество состояния. Фиксированное количество состояния. Но, оказывается, это такая трактовка, она абсолютно неправильная. И вы должны с этим осмыслить, что такая трактовка, что мы вычисляем сечение с каким-то определенным конечным состоянием. Это неправильно. Вообще, сечение с определенным процессом, сечение как-то, может так сказать, что невозможно наблюдать процессы с определенным конечным состоянием. Они не наблюдают. А сечение их вообще ноль, да? Сечение процессов с определенным конечным состоянием, с любым определенным конечным состоянием, сечение ноль, да? А почему сечение ноль? А потому что, вот если вы посмотрите вот на это самое классическое выражение блескитральной подписью, да? То вы видите, что в пределе Омега, стремящегося к нулю, это оно конечное. Бесконечное. А на число фотонов при Омега, стремящегося к нулю, бесконечное число фотонов. Поэтому, ну, можно по-другому сказать, что из классики следует, что заряженная частица в процессе просеяния обязательно излучает. Потому что она испытывает ускорение. Она испытывает ускорение. А если она испытывает ускорение, то обязательно излучает. Излучает. Ну, значит, процессов без излучения вообще не существует. Да? Процессов без излучения не существует. Ну, а как же мы хотели считать сечение вот этого процесса с таким фиксированным количеством частицами, да? Нет такого сечения. Ноль это сечение. Ноль. Сечение этого процесса ноль. Какого процесса ноль? Сечение... Я не говорю, что вот... Квадрат матричного элемента и матричный элемент для вот этой диаграммы Фейнмана ноль. Нет, конечно. Мы же вычисляли его. Ноль матричного элемента, да? Но мы вычисляли его только в порносном приближении. А если мы пойдем дальше, начнем вычислять традиционные поправки, да? А что за традиционные поправки? А вот традиционные поправки. Какого типа. И все фотончики нам накрученные. Ну, дальше фотончики как-то... Все такие фотончики будут накручивать. Мы получим, что сечение такие... Матричный элемент таки ноль. Для вот такого. Процесс сопределён с любым числом... Фиксированным числом частиц в конечном состоянии. Матричный элемент будет ноль за счёт распоправок. Ну, и это... Это... Повторяю, это эскизкина. Следовало мы сюда как-то. Из классики. Потому что... Классика нам говорит, что обязательно происходит излучение В процессе взаимодействия, в процессе ускорения частиц. А когда мы говорим о рождении частиц новых, то, конечно, есть ускорение. Ну, и при растении есть ускорение. Ну, вот обязательно происходит излучение. Это значит, что процессов без излучения не существует. Ну, и вот это происходит за счёт надпоправок. Я говорю, что если мы будем вычтять вот эти вот надпоправки, то мы получим... Конечно, мы получим тоже расходимости, да? Потому что инфракрасные расходимости. Откуда они? Как это видно, что мы получим инфракрасные расходимости? Ну, просто давайте посчитаем степень. Что у нас произойдёт? Вот... Давай вот эту диаграмму посчитаем. И что же мы получим? Мы получим, что у нас стоит... Д4К Видите? На К квадрат плюс и ноль, да? Этот... А здесь стоит... Ну, я не знаю, какое-то... П... П... Я обозначил уже? Ну, П... П1... А здесь... П2... Обозначил... И будет стоять единица на... К... К... П... А... Почитать... Лучше, давайте даже... Не сюда посмотрим, да? Поправку. А вот... Вот эту вот поправку. Вот эту вот поправку. Потому что я бы сказал, что эти же частицы у нас... Вообще... Могут быть нейтральными, правильно? Там никаких... Фотонов может и не быть. Никаких поправок. А вот не сюда-то. Здесь же у нас электроны. Конечно, здесь есть поправки. Есть такие диаграммы. И тогда здесь будет... Ежели это К... То тогда здесь будет... П-минус К... В квадрате... Ну, я напишу... П-минус К... В квадрате... Да? Минус М квадрате... Плюс Игмоле... А здесь стоит единица делить на... А П-минус К... В квадрате... В квадрате... Ааааа... Нет, П-плюс К в квадрате... Потому что сюда... Минус... Только П-минус К — Pe... В квадрате... Ну... поскольку у нас частицы по импульсам, по плюсу и по минусу, то здесь АК квадрат можно выбросить, при малых К, мы смотрим малое К то тогда здесь опять будет минус 2ПК плюс и ноль, здесь будет 2П плюс К, плюс и ноль ну и при малых К видно, что подсчет простой степени, здесь 4 степени и здесь 4 степени ВК это значит опять же данный магазин расходительности ультимановодника ее можно, ну в общем, такой более-менее внимательный анализ, показывает, что расходительность здесь у нас, вот, мы этот катон виртуальный, мы должны интегрировать и по нулевой компоненте когда интегрировать и по нулевой компоненте, то у нас, значит, здесь полюса при интегрировании ну, эти инули дают правила входа полюсов и, в общем, какой-то, я говорю, более-менее внимательный анализ показывает, что разходительность возникает тогда, когда мы встали виртууса, вот здесь, в потонном пропагаторе ведется полюс в потонном пропагаторе и интеграл сводится к чему сводится интеграл? вот этот интеграл он приобретает такой же вид, такой же вид, как и д-д-голь-в-эрт-кап, на самом деле интеграл ну, после взятия интеграла по коннуль, да, у нас потон становится реальным за счет того, что мы берем вычет в полюсе, да вычет в полюсе, означает, что коннуль становится равным капо-модуме когда берем потон, чтобы вычет в полюсе и в результате у нас получается поправка, вот эта вот поправка она имеет вот такой вид минус одна вторая интеграл д-д-голь-в-эрт-кап ну, такой вид приобретает эта поправка такой вид приобретает эта поправка ну, тут надо сказать, что вы можете сказать, что вот д-д-голь-в-эрт-кап содержит как вот перекрестные члены, да, которые похожи на это так и прямые члены там n-квадратная p-кап в квадрате здесь мы такого члена не видим, правильно? да? ну, вот д-д-голь-в-эрт-кап содержит п-п плюс дв-д-голь-в-эрт-кап в квадрате, да? вот то, что я нарисовал, это перекрестные члены видите? такие два знаменателя числитель я не нарисовал я на числителе тоже он так же выделяется как и там потому что вот здесь же есть числитель, уфермируемый на пропагаторе, и ясно, что здесь берем P- протаскиваем сюда, здесь стоит гамма μ, значит, после протаскивания P со шляпой сокращается с M, и, в результате, точно так же как так возникает здесь P+, P- скалявное проведение в числителе, это точно так же совершенно. Ну вот, здесь нет члена P+, на K+, в квадрате, то есть M2 на K+, в квадрате, здесь нет, да, нет, но на самом деле мы должны, когда на поправке считание, то мы должны учитывать и вот такие диаграммы толсты, и вот вместе такие члены тоже возникают, все, все точно так же как и, то есть, возникает как раз вот такой вот множитель, да, скажем, центра минус одна вторая, возникает, а если мы в экспоненте его, то есть, в экспоненте, на самом деле, если мы просуммируем все, я говорю, что здесь не только такая диаграмма, диаграмма в одной петле, в следующей петле возникает такая, а одной граммой, ну, много диаграмм возникает, и все мы их просуммируем, то материчный элемент, материчный элемент M переходит в M, а сечение, 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 это квадрат материчный элемент, сечение, сечение, без излучения, да, оно будет равно, но D сигма 0, бордовская, бордовская, вот на Е цепени уже не будет квадрат, вот что такое, вот что будет, да, Е цепени минус, интегралу 0в, как? Вот такое получше выражение. И это можно было и предсказать сразу, да, можно было сразу сказать, раз, что там должно быть. Почему? Из каких соображений? Из классических соображений совершенно, опять же. Вот мы говорили, что вот у нас есть эта же формула классическая, да? Классическая формула. Но, значит, вы говорили, вот это вероятность излучения, да? Вероятность излучения. Но когда вероятность излучения становится больше, чем единица? Вероятность больше единицы не бывает. Надо уже другую трактовку. Это не вероятность излучения. Это среднее число фотонов излученных. Среднее число фотонов излученных, да? И если мы введем среднее число фотонов излученных, вот так введем, то N среднее от некого маленького омега 0. Маленького. Такого маленького, что мы можем пользоваться классическим приближением, да? В мягкофотонном приближении. Я же не убедем, что это есть синтеграм. ДНВ, плоткан, лобионика, лобионика. До омега 0. Верхний предел омега 0. А нижний я не пишу. Ну, потому что на нижнем предел не расходится, да? Понятно, что работать с расходящими синтегичинами, это вещь такая опасная, да? Опасная вещь. Если мы будем там из одной бесконечности на другую вычитать, то что хотим, то и получим. Поэтому надо проводить регуляризацию как-то. Как-то регуляризацию проводить, да? То есть, ну, как-то сделать все интегралы, как обычно. Надо интегралы сходящими себе делать. Как? Ну, например, вы работаете с кулоновским полем и вычисляете какие-то там матричные элементы, какие-то интегралы с единицей, наверное, расходящие. Что вы делаете? Вы делаете, там, вы вводите умножать на есть или не минус альфа на r, да? А потом альфа стремите к нулю. Ну, чтобы интегралы были снега. Регуляризуете. Обычное дело в процессе регуляризации. Мы вводим какие-то, заменяем физические величины на такие физические величины, вычисления интегралов, с которыми, ну, не определено. Интегралы, с которыми, там, расходятся или что-то. Заменяем на какие-то условные величины, значит, интегралы, с которыми сходятся. А потом, ну, то есть, вводим регуляризацию. А потом, в конечном ответе, вот, эту регуляризацию можно снять, ну, и ответ уже, ответ не должен зависеть от этой регуляризации. Ну, вот здесь регуляризацию можно по-разному проводить. Значит, регуляризация интегралов за теорией поля – это вещь совершенно обычная, и, значит, часто используемая, вы должны к ней привыкнуть, относиться с пониманием, что регуляризация, она необходима, для того, чтобы мы имели промежуточные ответы, были осмыслены. Вот так. Да. А бывает такое, что разная регуляризация дает разный ответ? Ну, может быть, не правильно. Бывает, но тогда это как-то, понимаете, тогда, значит, что-то неправильно в нашем понимании. Понимаете? Если разная регуляризация дает разный ответ, это значит, что-то мы неправильно делаем. Да? Она должна давать и не так. Все регуляризации должны давать по инакому ответу, если… Ну, физический ответ – он однозначный, понимаете? Поэтому, если мы пытаемся ввести регуляризацию, и разная регуляризация дает разный ответ, это значит, что мы делаем что-то неправильно. Надо что-то менять, разбираться по существу. Ну вот. Здесь регуляризации могут быть разные, но обычно используемая, так сказать, исторически используемая регуляризация – это введение массы фотона. Вводится масса фотона лянда, а потом эта лянда стремится к нулю. Надо сказать, что это не самый удобный метод регуляризации, и в настоящее время не самый распространенный. Более того, вот эти вот расходимости инфракрасные, они, конечно, есть не только в квантовой электринамике, они есть в квантовой хромодинамике. И они, эти расходимости, там более злобые еще расходимости, чем в квантовой электринамике. Но там введение массы фотона – это не такой массы глионов для стремодинамики, это не такой безобильный процесс, он нарушает калибровочную инфракрасность. И, в общем, потому что глионы друг с другом церемонии в квантовой электринамике, введение массы не нарушает калибровочную инфракрасность. Поэтому, в общем, используется этот метод. Но вот более современный метод – это размерностная регуляризация. Имеется размерность пространства времени. Говорится, что это не 4, а там 4 плюс 2 епсилон, епсилон – маленькая величина. Если мы увеличим размерность, то расходимости не будет, правильно? Увеличим размерность. Если увеличим размерность, то не будет инфракрасной расходимости. Почему? Ну, потому что увеличим, это значит, здесь будет не d омега, а d омега, еще умножить на омега в степени 2 епсилон, да? И все, никакой уже расходимости в нуле не будет. А если уменьшим размерность, то не будет расходимости на бесконечности. Вот такой удобный способ регулизации по размерности. А можно считать, что это епсилон вообще комплекса. И оно годится, значит, и для обоих случаях. Да. Ну, мы, пока в своем время нам придется обсуждать этот размерностный регуляризация. Пока нам она не нужна, в общем. Ну, это более физический, конечно, более физический способ регулизации – это введение массы патона. Но более физический – это не означает более удобный в математическом смысле. В математическом смысле, конечно, регулизация по размерности более удобна. Более всего удобна. Технически она более удобна, хотя физический смысл, конечно, абсолютно непонятен. Ну, вот. Вот ввели такую регулизацию. Если мы видим, что это значит бриллиантно-стрелящийся к нулю – это бесконечное число фотонов. Среднее число фотонов бесконечно. При любом фиксированном лодке – 0, среднее число фотонов бесконечно. Да? Бриллиантно-стрелящийся к нулю. Ну, пока фиксируем ланды. Более к окнам. Работаем с конечными величинами. Ну, они могут быть большими. Среднее число фотонов может быть большими. И тогда, конечно, говорить о процессе без излучения невозможно, опять же. Так. Ну, если у нас есть среднее число, мы знаем среднее число фотонов в процессе, в каком-то процессе, да, то мы можем и воспользоваться тем, что излучение мягких фотонов, оно происходит независимо друг от друга. Каждый фотон излучается независимо друг от друга, потому что фотоны не взаимодействуют между собой. И мы пренебрегаем их влиянием на генематию. Поэтому, значит, излучение происходит независимо от независимых процессов. Мы знаем распределение, как распределены вероятности. Вы знаете среднее число, но мы можем сказать вероятность излучения N фотонов, да, вероятность излучения определенного числа фотонов. И что это, в каком же законе распределения? Да это углевая вероятность, или уже не вероятность, а вероятность N, излучение N фотонов. Как она дается формулой фоассона? Здесь фоассоновское распределение. Здесь N средняя в степени N, делить на N векториал, и E в степени минус N средняя. Вот вероятность излучения N фотонов. Если мы знаем N среднее, то вот как в такой формуле должна вероятность излучения N фотонов. И как раз это мы и получили на самом деле. Как раз это мы и получили. Потому что, вот видите у нас сечение излучения N фотонов. Как мы его можем трактовать? Сечение излучения N фотонов. Это есть сечение без излучения. Сечение без излучения. На вероятность излучения N фотонов, да? Но сечение без излучения мы должны брать с радпоправками, да? D-сигма N. Это что такое? Это есть. Мы должны брать D-сигма 0. Бордовская, да? На E в степени минус, вот, что там, интеграл от DW. Вот как, да? Интеграл от DW. А здесь, если мы хотим проинтегрировать по углам, по углам излученных фотонов, что мы должны сделать? Проинтегрировать не только по углам, но и по энергиям тоже. Проинтегрировать до какого-то Омега 0. Ну, до того предела, как нам можно пользоваться нашим приближением мегафотонов. Мы должны еще раз иметь на N факториал, да? За счет базы статистики. За счет того, что это, ну, у нас неразличимые фотоны, да? Мы интегрируем по всему фазовому округу и делим на N факториал за счет наш действенности. То есть, мы получим тогда, значит, здесь стоит интеграл, и здесь стоит единица делить на N факториал. А здесь стоит интеграл от лямбда. Ну, как раз вот эту вот интеграл мы получим, и мы получим здесь N средняя от Омега 0, а здесь этот интеграл. Мы тоже должны брать, мы же это виртуальная поправка, виртуальная поправка. Мы вычитываем, мы должны брать, конечно, вклад только от, когда я говорил, что вот мы вычитываем, это вы должны брать с интегралом, значит, вклад расходящийся при Омега стремящем тело к нулю, то есть мягкофотонный вклад берется только от этого полюса. Конечно, мы должны ограничить, тоже интегрировать по К здесь. И ограничивать только применимостью вот, чем ограничивать? Ограничивать то, что применимость мягкофотонного приближения. здесь, конечно, будет тоже стоять минус n средний атомника 0 и может у нас стоять минус n средний атомника 0, да? вот оно, получим такое выражение для сечения с учетом уже виртуальных традиционных поправок это горловское сечение это, значит, виртуальные поправки к упругому процессу а это изучение реальных фотонов мы видим, что на самом деле я же просуммирую по всем n, да? просуммирую по всем n что мы получим? получим просто горловское сечение, правильно? потому что при суммируем по всем n у нас будет n средняя в степени n там есть, ну вот, n средняя в степени n и у нас же n фотоник восстанавливается каждый дает такой множитель и получим, естественно, единицы ну, то есть суммирование вот этого всего множителя у n дается единице то есть смысл-то, на самом деле вот этого сечения горловского, которое мы вычисляли это, можно сказать, это сечение процесса с изучением любого числа снявки подводок вот что это, какой смысл, на самом деле, это сечение ну, надо понимать, что когда мы вычисляем какое-то сечение какое-то сечение это не есть сечение ну, мы вычисляем не сечение упругого процесса мы начинаем вычислять сечение сечение процесса с любым числом мягких фотонов ну, понятно, что в данном порядке теории возмущения внести в порядке теории возмущений никаких нет фотонов потом в первом порядке появляется один фотон но вы должны учитывать реальные фотоны и виртуальные поправки, да? и они сокращаются, первое с собой расходимости за счет реального фотона интегрируемого по реальному фотону и расходимости виртуальные поправки которые сокращаются откуда видно, что сокращение виртуальные? ну, потому что видно, что вот у нас здесь стоит в экспоненте стоит та же самая величина, что здесь если мы начинаем разлагать по n с чертови конечно, будет происходить сокращение сумма единицы, что-то такое конечно, будет происходить сокращение вот это вот сокращение будет происходить в каждом порядке теории возмущений но надо понимать еще раз, повторяю что-то вычисляется на самом деле не сечение упругого процесса сечение упругого процесса равно нулю вычисляем мы сечение процесса с любым числом фотонов если вычисли но поскольку в данном порядке в низшем приближении теории возмущений нет никаких фотонов не виртуальных, не реальных но вот вычисляем стартуем с упругого потом надо обязательно обязательно суммировать виртуальные поправки и реальные за счет излучения дополнительных фотонов и только такое сечение будет конечным и только такое сечение имеет физический смысл в самом деле физический смысл что наблюдается на эксперименте конечно наблюдается на эксперименте только такое сечение которое включает в себя излучение мягких фотонов поскольку мягкие фотоны мы достаточно мягкие мы не можем нет детекторов которые у нас детектировали вы излучение сколь угодно мягких фотонов да нет таких детекторов это раз ну можно сказать ну ладно можно по кинематике процесса замечать излучение но нет конечно опять же есть кинематические ограничения они имеют определенную точность и по кинематике тоже невозможно это заменить излучение мягких фотонов достаточно мягких фотонов другое дело что вот предел применимости вот который омега 0 здесь стоял да омега 0 вот здесь омега 0 стоит виртуальных фотонов да виртуальных фотонов здесь омега 0 это предел применимости просто теоретически предел применимости для кафотонного приближения конечно для разных процессов он разный в общем написать униконоль в общем виде это невозможно ну я вот пишу предел применимости до кафотонного приближения но скажем где вот здесь где плюсы идутся Где принял применимость меропатонного предвижения? Чему Омегоноль равно? На вскидку. Чему равно Омегоноль? Машмассер. Меньше, чем Машмассер. Большая ошибка. Омегоноль по порядку личины это Е. Энергия. Если частота фотона мала по сравнению с энергией электрона, то можно пользоваться для фотонного приближения. Единственная решена, которая ограничивает, это энергия электрона. До Умега меньше, чем Е. Ну, много меньше, формально. Можно по порядку личины, где-то до Е. Мягкомотонное приближение. Это вы можете просто убедиться. Вы числяете на матрицах, смотрите, что вы используете. На самом деле, как используется это... Умега меньше Е и все. Вовсе никак не масса электрона. То есть, вот, этот умега может быть и очень большим, я говорю, для Е плюс Е верции, для энергии системы и центрировки. Вот, что такое умега. А это вот здесь, в виртуальных поправках. А в реальных поправках, в реальных поправках, все равно. Это в реальных поправках. Реальные поправки, они зависят от эксперимента. Это ведь мы должны включать в реальные поправки те фотоны, которые мы не детектируем. Те фотоны, которые мы не детектируем. Но это зависит от наших детекторов. То есть там это, на самом деле, немножко различалось. Вот здесь стоит омега-0, а здесь стоит величина, которую принято обозначать дельта-эпсил. Что это означает дельта-эпсил? Это чистота фотонов, максимальная чистота не детектируемых фотонов. Не детектируемых фотонов. Максимальная чистота не детектируемых фотонов. Но при этом, что означает неретектируемость? Понимаете, неретектируемость означает, это может быть разный тип неретектируемости. Может быть прямое детектируемое. Вот у нас есть детектор, который видит фотоны. Некоторые детекторы вообще фотонов не видят, да? А видят только зарядочные частицы, да? Что тогда для них дельта-эпсил равно е? Нет. Дело в том, что фотоны могут быть заедектированы измучением фотонов. Вот понимаем. Например, вот смотрим вот этот процесс, да? Вот этот процесс. Если здесь в конечном состоянии две частицы, да? То они летят в системе центра инерции, они должны лететь в противоположной стороне, да? А если фотоны измучаются, то есть некое отклонение от коллинеарности, да? Дельта-дельта. Ну, и поэтому вот они могут быть, фотоны могут быть нагребены по расколлинеарности частиц, импульсов, конечно, частиц. Ну, в общем, есть разные проявления, разные способы проявления вот излучения. Ну, вот, опять же, их все-таки описать, да, все невозможно, а еще и разобраться со всеми. Поэтому вот просто будет с такой, для простоты будет с такой параметром. Дельта-эпсилом говорит, вот это максимальная частота негетететированных фотонов. И это вообще-то максимальная частота может зависеть от угла, от углов, в которые у нас частицы конечные идят. В общем, от многих параметров она, эта максимальная частота может зависеть. Все это, ну, все это, как это говорится, истина всегда конкретная. Значит, все это, каждый раз надо разбираться в каждой экспериментальной ситуации, да? Ну, ясно, что мы не можем это делать, и вот мы будем такой параметром, такой, да, и все. Ну, и что же, если мы дели такой параметром, то как, чему же будет равна наше экспериментальное сечение? Экспериментальное, это вот экспериментальный парамет, да? И, значит, сечение на эксперименте д-сигма, я напишу, экспериментальное. Это есть сумма по n от нуля до бесконечности, д-сигма, а здесь будет n, да? И это будет д-сигма, n, и это будет равно д-сигма, д-сигма, ноль, вот так, на e в степени минус, с тренд последняя, а то не для ноль, да? Минус с тренд средняя, вот, на это e. Да? Вот так. Это вот то, что с виртуальной поправкой, со знаком минусом, а это реальные поправки, да? Реальные поправки. Со знаком плюс, со знаком плюс реальные поправки. И как же они выглядят? Здесь уже всё, не надо никакой регулиризации, правильно? Потому что здесь стоит интеграл от λ до ω0, да? А здесь стоит интеграл от λ до θε. Всё, λ. В результате получается интеграл от θε до ω0. Интеграл от θε до ω0, да? И что получается? Я так напишу. Получается, есть степень минус α на 4π в квадрате, да? Логарифм. 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 Ω0 делить на δε, да? А здесь стоит интеграл от… Он видит квадрат. Деод. А здесь стоит сумма, понятно? Вот такое будет сечение. И это? Вот это бортлостное сечение. А это традиционные поправки. Традиционные поправки в сечение, да? Радиционные поправки. Традиционные поправки содержат виртуальную часть, а виртуальную часть и реальную часть. Обе эти… Виртуальная часть, она бесконечная, и реальная часть бесконечная, да? но в сумме они дают конечную поправку ну почему и виртуальная часть бесконечная и реальная часть бесконечная потому что вот мы неправильно поставили вопрос неправильно природе поставили вопрос а какое же будет сечение упругого процесса ну нет такого сечения на самом деле надо смотреть сечение только процессов с изучением любого числа фатонов и вот такое сечение вот оно конечное и оно конечное в каждом порядке теории восхищения ведь теперь мы уже спокойно можем разлагать по альфу раньше по альфу мы просто разлагать не могли а теперь мы можем спокойно разлагать вот так а можно ли такое, что длитерия больше чем у меня 0? длитерия не может быть не может быть понимаете мы по определению амэго 0 это предел применимости мягкофотонного приближения понимаете здесь мы сюда включили сюда мы же не все рад поправки включили сюда мы включили только рад поправки за счет мягких фотонов за счет мягких фотонов есть еще жесткие фотоны могут жесткие фотоны же исключаться и реальные могут исключаться жесткие и виртуальные могут быть жесткие но они должны отдельно рассматриваться отдельно рассматриваться кроме этих поправок это мягкофотонные поправки Кроме них, на самом деле, если уж написать правильно, то это надо написать так. Единица плюс С1 на альфа на И плюс и так далее. Бесконечный ряд, который включает жесткие поправки. Мы их здесь и пишем. Ну почему не пишем? Потому что надо было разобраться с мягкими поправками, вот с этой самой проблемой расходимости, с этой самой инфракрасной катастрофой надо было разобраться. Мы с ней разобрались. И кроме того, вот эти мягкие поправки, они самые большие поправки. И во многих случаях достаточно их, ну во всяком случае, для понимания величины поправки, для зависимости от всяких климатических условий, достаточно этих поправок. Ну вот я говорю, что если мы имеем дело с Е плюс Е минус регуляцией, да? Е плюс и минус регуляцией. То здесь что такое, скажем, по минимуму такое? Е. Энергии начать начислить. Ну по порядку величины, по порядку величины, да? Е мы можем написать. Логарифм Е дельта Е. А дельта Е может быть маленьким. И более того, на самом деле, ежели говорить еще о Е плюс Е минус регуляции, то, может быть, такие интересные случаи, в случае, когда мы можем еще пользоваться мягкофотонным приближением, а здесь, а здесь, вот я теперь перехожу к Е плюс и минус регуляции. Здесь я нанесу С. Это 4Е в квадрате, да? Вот. Здесь до сигма 0 Борновского. Здесь до сигма 0 Борновского. Вот С, да? Вот бывают такие случаи, когда мягкофотонным приближением еще можно пользоваться, да? А вот это вот сечение, такое пикованное, что в нем надо уже учитывать. То есть, учитывать уже излучение. Что это за случай? Это вот случай резонансного рождения в частиц. Ну, например, у нас есть случай, в чипси рождается в Е плюс и минус регуляции, и потом там распадается как-то, да? Вообще, резонанс какой-то рождается. Однопотомный резонанс. Однопотомный резонанс какой-то здесь. Тогда д сигма 0 Борновская. Какой вид имеет д сигма 0 Борновская? Мы уже, по-моему, обсуждали рождение резонансов. Резонансные процессы в Е плюс и минус регуляции. И писали, что... Писали тогда... Ну, конечно, мы обсуждали именно в Борновском приближении. Говорили... Это... Что это такое? Ну, кто подскажет? Ух, ох! Молодец! 12p, 12p, гамма r, не плюс и минус, гамма r, нежели здесь в конце что угодно. То есть в конце конечное состояние, какое-то фиксированное конечное состояние, то гамма r в это конечное состояние, да? А здесь стоит s минус m r в квадрате, да? Плюс 4 m r в квадрате гамма r в квадрате. Нет, не 4. Какой? 4, 4. Плюс m r в квадрате гамма r в квадрате. m r в квадрате гамма r в квадрате гамма r в квадрате? Да, m r в квадрате. А? m r в квадрате, точно правильно, совершенно правильно. Вот такое ощущение, видите? Пик такой, да? И что же? Ну вот, а когда мы... понимаете? Пик за счёт вот этого вот резонанса, за счёт этого пропаганда, да? А применимость мягкопатронного приближения, она связана, ну, с чем она ограничена? Мы же, когда, мы же, излучение происходит, независимо от этого пропагатора происходит, да? Вот здесь, мы вычисляем матричный ренет здесь. И, в общем, вот эта формула, вот эта формула, да, вот эта формула, она ограничена только условием, что эта частота фотона меньше энергии, да? Ну, много меньше энергии. Формально, мы можем тянуть просто до Е. Здесь мы вот просто до Е не дотянули эту частоту, да? То есть, еще можно пользоваться вот этим мягкопатронным приближением, но здесь необходимо учесть сдвиг этой, сдвиг, за счет реального излучения. Если у нас есть реальное излучение какое-то, да, то здесь результирующее С будет уже, вот то, что идет на резонанс. Это не вот это вот С идет, а вот это С. А это что такое? Это есть П плюс, минус П минус, плюс П минус, минус К в квадрате, да? Вот что идет на резонанс, да? А это что такое? Это есть С, я так не пишу, на единице минус Ис. Плюс, где Х равно, чему равно Х? Это есть два Омега. Омега это есть частота рутинного фотона, да? И ведь такое резульс. Ну, или Омега к Е. Поэтому, значит, могут быть такие случаи. Вот такие случаи могут быть. И такие бывают, вот при рождении G-C, такой G-C на очень низкие резонансы, да? И тогда, значит, вот нужно учитывать, да, даже при рождении и Ро надо учитывать уже сдвиг, за счет Ро, хотя довольно широкий резонанс. Надо учитывать, что здесь сдвиг. Ну и как сдвиг ТЭС за счет излучения? И что же мы получим тогда? Как мы в этом случае должны поступать? Ну, мы можем так сделать. Вот взять здесь, записать вот это в интегральном виде. Вот, скажем, обозначить Дельта Е к Е обозначить через Х. Х, да? Дельта Е к Е, значит, через Х. Тогда будет, ну, как раз, ну, Дельта Е это предельная частота фотона, да? Предельная частота, ой, предельная частота реального фотона Дельта Е, который здесь у нас написано. Мы можем так написать вот эту формулу, как... А, ну тогда в этом случае давайте уж сразу запишем, и вот этот интеграл, в наших данных конкретных случаях. Что это за интеграл? Интеграл-то мы уже говорили, чему это будет, да? Мы ему говорили, говорили, это будет тогда два альфа-дапи, два альфа-дапи, да? Логарифм Дельта Е, а здесь логарифм С кем в квадрате минус единица, да? Вот, что будет, да? Логарифм С кем в квадрате минус единица. Ну давайте вот эту величину, вот эту величину, да, вот эту величину, обозначим какой-нибудь буковкой. Значит так, обозначим Дельта Е кьен. Значит так можно написать. А, вот так. Обозначим два альфа-дапи, логарифм С кем в квадрате минус единица, обозначим бета. О, тогда это будет, тогда это будет, вот эта величина у нас будет, Е в степени минус логарифм Е Дельта Е, Дельта Е, да, Дельта Е на бета, минус бета, минус бета, логарифм. Где бета и повторяем на вашу единицу. Бета, 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 бета одно два альфа-дапи, логарифм С кем в квадрате минус единица, да? Вот, и я хочу, что я хочу сделать? Я хочу написать вот это выражение, вот это выражение, вот это выражение, вот это, господин. Как я их хочу написать? Я хочу написать это выражение в следующем виде. Вот эту скобку, скобку я хочу написать. Интеграл dx бета на x в степени с бета. Итак, x у меня меняется от нуля до дельта епсила е. Правильно? До x на x. Да? Почему? Ну, потому что вот это что это такое будет у меня? Это опять же причина. Обратите, это опять же то мы будем поменять х в степени бета. Правильно? do delta x, правильно? Вот это вот. x в кемпе бета, а днп е, днп епсилон кепсилон в е, то нуля. Правильно. В нуле, это бета, у меня положение в нуле, это ноль, это значных степеней днп епсилон кепсилон. Правильно? Правильно. А здесь, это x, а это и есть вот это, если есть минус бета логарифм днп епсилон кепсилон, если есть плюс бета логарифм днп е, или это есть е степени а на логарифме x, это есть x степени а. Правильно? Все. Вот так вот я написал. Там я написал, да? Вот так. А теперь, значит, я учту, это я вот написал, вот это выражение. Оттеть при каждом фиксированном x, x это у меня по существу играет, это что такое? Это чистота, как раз вот это вот x, это чистота фотона делить из лучшего фотона делить на е. И по частоте, интеграл меняет по существу интеграл по частоте, ну, опять размеренно, по частоте деленную энергию от нуля до максимально допустимого значения. И я, теперь, и если у меня сечение пикованное, если резонансный вид имеет, то я должен учесть этот сдвиг инергию за счет излучения вот сюда, вот здесь, в упругом сечении, как сказать, в горловском сечении. И я получу тогда d7, экспериментальное, наблюдаемое от s, это есть, вот получу такую формулу β, интеграл dx 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 Ну, я же не убрал, то напишу здесь θε. Я повторяю эту формулу, я могу ее тянуть до θε равно Е. То есть, интеграл берется куда-то единиц. Вот такая получается формула для мягкоботонных, которая получается за счет поправок. Мягкоботонных поправок. Ну, важность этих мягкоботонных поправок, я повторяю, с чем это связано. Видите, у нас, вот эта поправка. Здесь стоит большой логарифм. Большой логарифм. Откуда этот логарифм? Этот логарифм называется коллинеалом. Он взялся за счет интегрирования по углам излучения фотона. А этот, еще стоит логарифм. То есть, поправка дважды логарифмическая. И она может быть большой. М может быть большой. Потому что дельта Е начинается чувствовать, особенно в резонансных процессах. Эффективная дельта Е может быть маленькая, порядка гаммы, порядка ширины. Энергия к ширине, это, если взять псимизлон, то это вообще страшная вещь, да? То есть, поправка. Хоть здесь стоит альфа на пи, это 1,04, да? Но здесь эта малость может забиваться вот этими двойными логарифмами. И в показатель этих моментов может быть величина больше, чем единиц. Больше, чем единиц. И поэтому надо сумерить поправки. И вообще, учитывать, еще и к тому же, сдвиг энергией за счет исключения, вверховаться вот этой формулой. Можешь спросить? Да. Вот мы говорили, что, в самом начале, когда ДТЕ еще не видели, ДТЕ у нас была Омега-Ноль. Не-не, ДТЕ и Омега-Ноль совершенно разные вещи. Не, но мы когда-нибудь... Вот смотрите, Омега-Ноль мы вводили, как... Мы Е заменили, Омега-Ноль заменили на Е, да? Омега-Ноль мы вводили, как теоретическое ограничение на... Как предел применимости лякофатонного приближения. Понимаете? ДТЕ связано с экспериментом, ДТЕ. Это экспериментальная причина. А Омега-Ноль это теоретическое ограничение. Это разные вещи, да? Но если ДТЕ равно Омега-Ноль, Вы говорили, что вот это слово, паусановское, равное единице. Ежели ДТЕ равно Омега-Ноль? Правильно. Ну, я не знаю. Ежели ДТЕ... Да, правильно. Так что Вы не видите, что она равна единице. У нас здесь сокращение происходит. А, вот эта поправка... Если бы сечение было константы, то и поправка была бы единица. Конечно. Ну, а сечение константы... Вы интегрируете здесь от нуля до единицы. Конечно, это будет единица, да? Если вы интегрируете от нуля до единицы, конечно, будет единица. Совершенно правильно. Так. Совершенно правильно. Ну, вопросы есть? Есть. Да? А когда мы возьмём жёсткие, которые, то поправки от виртуальных реакций, будут сокращаться? Нет, конечно. Они и сейчас сокращаются только тогда, когда у нас ДТЕ равно Е. Сокращаются, в смысле, полностью сокращаются. Когда мы говорим о сокращении, мы говорим о сокращении расходящейся. По отдельности они, бесконечные поправки, да? Так вот, эти сокращаются в бесконечности, да? А конечные части, они сокращаются только тогда, когда теоретическое ограничение Омега-0 и экспериментальное совпадают. Понимаете? Ну, вообще говоря, это ограничение разное, да? Да. И вообще говоря, поправки не сокращаются. Вот они, более того, они большие. В большинстве случаев эти поправки большие, потому что теоретическое ограничение и экспериментальное, это разные вещи. Понимаете? И поправки большие. А что касается жестких фотонов, ну, никаких оснований для сокращения виртуальных и реальных поправок нет. Понимаете? Нет. Потому что реальные поправки, они зависят от эксперимента, а виртуальные не зависят от эксперимента. Да? Ну. Да. Понимаете? Уникальных. Ведь реальные поправки за счет жестких фотонов тоже зависят от эксперимента. Конечно, если экспериментальные поправки, если экспериментальные ограничения достаточно жесткие, то можно реальные фотоны. То есть экспериментальными поправками, экспериментальными ограничениями мы можем всегда добиться того, ну, почти всегда. Почти я скажу сейчас в каком смысле. Добиться того, чтобы вот эти вот реальные фотоны были только мягкие. Только мягкие, да? Ну, так, детекторы такие у нас хорошие, что чуют сразу жесткий фотон, да? И исключают его из рассмотрения. А что касается виртуальных фотонов, мы не можем этого сделать, понимаете? Виртуальные это поправки, мы не можем контролировать. Это такие, как дал их Господь Бог, понимаете? Мы с моими архитекторами и с виртуальными поправками ничего не можем сделать. Видите, здесь стоит величина от виртуальной поправки, здесь стоит домик 0, который не зависит от эксперимента. Теперь, что касается реальных поправок. Ну вот, например, нежели, ну, здесь можно так сказать, даже для начальных частиц, да? Для начальных частиц, вот частицы сталкиваются, да? Есть же фотоны, которые летят почти по направлению импульса начальных частиц, да? И их мы не можем зарегистрировать, потому что они, так сказать, в трубу летят, да? Там ведь детекторов вообще нет. Летят все в трубу. Мы их никак не можем зарегистрировать, будь они любой жесткости, понимаете? Поэтому в этом случае. Но, скажем таки, такие фотоны, правда, можно зарегистрировать, если в конце, например, мы... В конце у нас основной процесс, так сказать, Борновский процесс, это двухчастичный. Мы можем по разголинярности зарегистрировать, да? Ну, а если конечная частица у нас излучает и конечная частица, излучает фотон, да? По своему направлению движения, да? Мы заряженную частицу от частицы с фотоном... Ну, это нам нужно специальный детектор иметь, чтобы отличить частицу и частицу с фотоном, понимаете? В общем, это так. Ну, это вопрос уже эксперимента, я не хочу на него углубляться. Да? Да. Ну, я в виду, как считать диаграмму, ну, не диаграмму, а очищение с... Когда мы ловим фотон, ну, излучаемые излучаемые состояния, ну и конечный очиститель. Не понял, вы хотите... Все-таки фотон регистрируется, фотон регистрируется. Ну, тогда вы должны стартовать с излучениям, с процесса с излучением фотона одного, да? Ага. Но этот фотон, на этот процесс, все равно будет накручиваться бесконечное число поправок с излучением других мягких нерегистрированных фотонов, понимаете? Скажем, вот, можно, можно и, скажем, такой процесс взять за ворнос, за ворноский процесс можно взять вот такой процесс. Ну, вот здесь фотон и случился. Этот процесс тоже может быть ворносим, но к нему тоже, когда начинаем читать поправки, тоже с той же проблемой сталкиваемся, понимаете? Воправки виртуальные отдельные, реальные отдельные, они бесконечные. Их надо суммировать. Да? Ну, вот суммирование, вот с помощью этой же формулы, суммирование производится. Я просто меняю бонусы. Меняем определение бонусы. Все понятно. Так. Ну, давайте я вам еще пару часиков рассказываю про другое. Хорошо. Немножко прервемся. Простой cree в начатке. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Егорова Продолжение следует...